приветствую всех на своем канале меня зовут анна это мой канал по вязанию который называется волшебные спицы с анной сегодня будет такое небольшое включение в этом включении вам расскажу про свои продвижения за неделю все проекты я вам пока показывать не буду а покажу именно те над которыми я работала именно и продвигала их именно эту неделю времени было очень мало свободного продвижение не такие большие но все же продвижение есть начну я со своей готовой работой который мне сейчас очень нравится как получилось это моя шаль если кто смотрит мои видео те наверное видели девочки как как она выглядела неприглядно вся такая была скукоженная вся какая-то непонятного размера а вот я вам сейчас вставлю фотографии как она смотрится в разбину в растянутом виде а вот и как смотрится на манекене после вто как видите все у меня разгладилась пряжа стала какая-то такая блин блеск какой-то даже приняла прям вот очень нравится она такая нежненькая получилась все листочки один в один то есть ну очень красиво очень мне нравится и я думаю что заказчице тоже понравится такие вот смотрите кай кайма такая тоже очень очень даже получилось хотя если честно я не верила что будет что-то симпатичное потому что как я говорила на предыдущих видео что она у меня как-то застопорилась вроде вяжешь 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 конца белого не видно значит вязала я данную шаль из пряжи alize superlana tick к сожалению вот от этой пряжи у меня эти кетки нет но значит номер цвета это лазурное или лазурное небо или зимнее небо там у них так цвет называется вот весит получается шаль у меня 101 грамм ну думаю 100 грамм где-то да то есть ушел один моток размах крыльев у данной шале у меня получился 162 сантиметра а в высоту до пальцентральной линии у меня получилось 82 сантиметра ну достаточно большое как бы 100 граммового моточка достаточно такая красивая легкая воздушная шаль получилось а мне понравилось вязать с этой кстати ниточки очень предыдущий шаль которая вам показывала так разноцветная у меня такая была с которой обязалась сангора год она более колючая да такая а эту шаль я с удовольствием повязала на голая на голой шею и шаль абсолютно не это ну не колется не думаю может быть это вот после вы то так стало да то что вот она постиралась получается этот я использовала ли норчик кондиционер может быть из-за этого колкости ушла и думаю что вот но из подобной пряжи я готова даже связать для себя этот шар конечно я не повязывал так вот на плечи не накидывала а именно повязала ее как вот как бактус вяжет как вот так вот платок и она так красиво легла такими красивыми волнами мне очень очень понравилось вот так что моя вторая шаль и опять таки как повторюсь не последняя будет буду пробовать какие-нибудь еще другие узоры сейчас я я вижу одинарный около канву да вот эту сейчас буду пробовать двойную этот канву но не в ближайшее время немножко у меня сейчас планы до конца ноября немножко поменялись немножко будут другими но однозначно шали я вязать буду спасибо светлана что подсказала что можно вязать такие красивые аксессуары я когда вижу я просто балдею мне нравится мне нравится пос увидеть как это что было да и что получается потом в итоге но ты как еще раз повторюсь эта нить меня просто удивила она вообще так скукоженная такая была прям вот я не знаю как кто-то пройдите оставлю я ссылку на последний обзор по этой шали да где начинала тоже ее визжать там в стартах 3 на 3 там тоже видно было да что она вся такая вот сморщенная сморщенная но после вто ну просто замечательно она сейчас смотрится так что мой гадкий утенок превратился красиво лебедя так это моя готовая работа на этой неделе по ней я хорошо продвинулась я ее как бы двигала продвигала хотелось посмотреть что получится хотя честно не планировала продвигает продвижение по ней на этой неделе вообще хотела ее отложить но видите план как говорится поменялись так 2 у меня почти готовая работа просто я не успела ее сделать но сегодня это уже дело закончу это у меня без рукавка то есть она вся связана вывезен вывезено господи вывезено горлочка горлышко такое v-образная вот осталось сшить проймы обвязать значит плечи сшить я извиняюсь обвязать проймы сделать горловинку обвязать и все ну тут тоже дел там два-три часа это но сегодня вечером закончу получилось очень хорошо мне нравится как тянется пряжа немножко по ощущениям она колюченькая значит будет тепло ребенку значит вязала я ее так где-то этикетка из пряжи color city ой crazy color извиняюсь yarnart от yarnart а здесь у нас по составу здесь у нас по составу я не помню состав наизу сейчас а 25 процентов шерсти 75 процентов акрила значит 100 грамме 260 метров цвет номер 145 здесь мне немножко пришлось отмотать небольшой моточек эта часть у меня пошла 1 отвязалась получается левая до полочка а вот здесь мне пришлось отмотать подобрать до нужного мне этого узорчика и для того чтобы хотя бы здесь как-то визуально смотрелось симметрично ну все равно получилось как бы не одинаково но это не столь критично значит что тут и пойду больше мне по ней нечего сказать то есть практически работа все закончено осталось немножко покажу ее уже итоги ноября буду когда показывать следующих в подключениях показывать не буду покажу в итогах ноября вот то есть это у меня так готовая на 90 процентов кстати остался вот такой моточек немножко еще уйдет у меня получается на обвязку в принципе в принципе двух моточках могло бы хватить на свитер но я что-то передумала вязать его как говорила размеры у меня приблизительные водолазковая а без рукавка она любом случае подойдет главное в длину хорошо так вторая у меня третья работа моя которую я вот тоже продвигаю здесь тоже это свитер старшему сыну моему здесь у меня вырезан один моток всего лишь и вязание немножко было ну отложено я стала навязать уже другие проекты что здесь у меня связано ну связана резинка и тело полностью один моточек у меня ушел значит вижу я данный свитер с пряжи alize superlana classic цвет у меня 599 такой серый цвет сегодня также я начну продолжать его вязать потихоньку не могу найти сантиметровую ленту потому что у меня постоянно код куда-то ее таскать сейчас я найду ленту и подключусь и так сколько я провязала хотела показать значит провязала эту 23 сантиметра мне надо будет еще провязать сантиметров 40 высоту то есть ну в два раза но я говорила что я буду сюда впитать белую ввязывать белую нитку еще вот еще немного провяжу наверное сантиметров 10-15 и начну вязать уже белой нитью вот такие небольшие продвижения по третьему процессу и 4 процесс над которым также я работаю усиленно это с младшему сыну полувер здесь он вяжется оверсайз 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 он вообще очень большой на него здесь я даже еще ниточку не обрезала потому что ребенок потом придет померят если он захочет повыше горловину чтоб я сделал значит я сделаю горловину повыше если мы все устраивает значит я ниточку уже обрежу и все продолжу вязать дальше здесь вот у меня что сделано за неделю практически я его не не двигала я только вот сшила получается изделие по плечам вчера только набрала считать вот этот горловинку и вот вчера вечером и и и и провязала ну и думаю что на этой неделе я уже я буду уезжать меня не будет вообще в городе не знаю как смогу я вязать или это на протяжении той недели что то может быть у меня и получится связать но во всяком случае в эту поездку я этот джемпер заберу и там его буду двигать по мере возможности вот здесь у меня как я говорила уже тело все связано такое большое тут у меня уже практически ушло четыре с полной намотка на этот полувер значит вот такой горлышко мне она очень нравится связала я его на спицах по меньшей размером на троечке и она стала такой вот плотненькая посмотрим как она будет сидеть на ребенке на сцене никакой ложную петлевку ничего здесь не делала просто провязала изнаночный ряд и далее стала вязать уже резинкой 2 на 2 закрыла я эластичным набором такие эластичным закрытием мне нравится как здесь получается вроде как будто бы и сборки не туда не стянута и она и тянется хорошо и как видите встает воротник тоже очень хорошо посмотрим померяем если понравится все продал продолжу вязать как говорится обрезаю нитку продолжаю вязать дальше значит вижу я данный свитер также соли же супер лана классик только здесь у меня 55 цвет цвет белый 100 грамме 280 метров рекомендуемый в рекомендуемый размер спиц от 3 до 4 телом я вязала на три с половиной очень даже хорошо получилось не дырчатая вот надеюсь что она сильно не растянется хотя где-то мне кажется что все равно потянется потому что уже он 400 450 где-то грамм весит а еще рукава будет связаны вот вот такие продвижения у меня за неделю они небольшие я согласна но это вот именно те работы над которыми я работала усиленно на этой неделе все в ну все свои свои свободные минутки я тратила на это ну на данный момент у меня получается уже связано с шаль то есть я уже минус одна работа до в это этого месяца плюс я закончу сегодня безрукавку и уже потихоньку я буду добавлять еще те проекты которые у меня там отложились например мои салфетки мои прихватки которые я у меня заготовок очень много на них сделано но они еще у меня не сшиты также надо будет у меня мне продвигать носочки побольше потому что тоже они и заказанные есть и есть те носочки которые я вижу на подарок то есть свято мус пиме место пусто не бывает одно уходит проекты другие добавляются спасибо всем кто смотрел мое видео до конца жду от вас как бы комментарии возможно и критику лайки дизлайки то есть вся эта активность мне будет приятно вот вам все это сделать как говорится подписаться оставить комментарии будет несложно а мне будет это все приятно ну все прощаюсь нет не то что прощаюсь как говорится до свидания до следующих подключений увидимся с вами завтра у меня же еще есть проект который я вижу свежи свою мечту и видео по данному проекту у меня выйдет завтра я специально не показывала в итогах за неделю тот проект дабы не повторяться чтобы вам было интересно посмотреть мое продвижение за неделю по моей мечте так что жду вас всех завтра еще на свой канал всем пока пока